остаток самый конец главы китово и потом в основном будем заниматься оконами рушан уже сегодня и завтра и так последние штрихи а уже говорил что глава китово специально так написано чтобы не закончить на хорошем не закончить на избавление как я не сказал он пишет это все намек на то что очень долго будет изгнание второе и соответственно только будет зависеть от нашего раскания и поэтому это будет как раз следующий главе через промежуток куда будет описано что будет в конце дней когда мы раскаемся и вернемся назад на свою землю так вот здесь глава просто заканчивается что муж позвал израиль весь израиль и сказал им что вы видели все что все вышли сделали параону египетскому и его слугам и его земле те великие чудеса и знамения и все еще всевышний дал вам как говорится глаза чтобы видите лучше чтобы слышать до сегодняшнего дня я вас водил 40 лет по пустыне вашей одежды не испортились и они ели хлеб не пили вино чтобы вы знали познали таким образом да видимо испытания всевышнего и пришли вот на эту землю и теперь воевали с сихоном и огом которые допытались название уничтожить а мы их уничтожили и соблюдайте же слова союза и делайте их чтобы у вас было бы чтобы вы были успешны во всем что вы делаете ну и вот дальше уже глава не зови мы всегда читаем предрошу шана я уже душ там и шафар подсказан первыми буквами это мы будем уже читать на следующей неделе и так а глава шестьсот пятьсот восемьдесят девять кто может рубить шафар я в это сейчас даваться не буду потому что кто трубит отрубит синагогия обычно это человек который может рубить то есть фактически все кто могут исполнить заповедь для себя могут и для других вспомнить человек выполняет заповедь слушая шафара того кто сам хаяв поэтому например мужчина не может слушать как женщина трубит потому что женщина сама не обязана по букве закона чем будем обсуждать почему это так или уже это обсуждали не помню во всяком случае женщины освобождены наверно в этой же главе да это и есть глава где обсуждается женщина освобождены от этой заповеди потому что общий принцип что положительные заповеди которые зависят от времени женщина них освобождены также как лулов также как сидеть в суке также и трубление шафар здесь неважно сколько важная заповедь вообще мы не знаем точно такие заповеди более или менее важны они все важны но вот казалось бы да такая запись как шафар мы бы ожидали женщина обязаны и слушать шафар но даже чтение шма по той же причине женщина освобождены может быть одна из самых важных казалось бы заповеди на первый взгляд как искал не то что правильно вообще рассуждать какие заводы более важны но центральная заповедь иудаизма читать шма и тем не менее раз это положительный заповедь зависит от времени то женщинам она не относится а есть заповеди которые исключения например и дам отцы в песок говорят хазар раз женщина обязана соблюдать отрицательную часть песок а то есть не есть хамец то обязаны есть мацу и то же самое в субботу раз обязаны не делать работ то соответственно положительной части субботы к женщинам относится то есть ки души подобные вещи а так вот в отношении шафара это не одно из исключений вот нам казалось бы что такая важная заповеди как бы будет на всех раскаяния почему женщина мне относится но все равно общий принцип что положительный заповедь зависит от времени значит не относятся к женщинам но тем не менее женщины стараются услышать звук шафара и шкенадские женщины даже броку делают это вот тот диспут который мы не раз упоминали в разных местах шухонарахи между шкенадзим и сифардзим могут ли женщины делать брокхи на тем лица которые они не обязаны соблюдать то есть поднимая лулов слушая шафар сидя в суке и так далее и шкенадзим в основном разрешает искал основном потому что на самом деле там тоже есть небольшие тонкости есть определенные случаи когда какие-то раввины считают что женщинам не следят какую-то брокху но в основном положительной западе которая зависит от времени женщины могут для шкенадзим делать даже брокху а сифардзим вы помнение рабьёшь пара не разрешают но были сифарские женщины в каких-то общинах которые тоже делали брокхи на тем лица которые хотели даже бенышка упоминает что они там они там поднимали лулов тачки растения с брокхами фактически это сводится к тому что была такая книга необычная называется шайлот виджу вот мне наша маем вопросы ответы с небес обычно у нас вопросы ответы не с небеса на земле тура дана на земле да и решается раввинами большинство мнений или чем-то принципам а вот здесь какой-то раввином удавалось спрашивать видимо ангелов там не очень понятно но как бы вот так вот назвал это было средние века может он во сне это видел то есть перед сном как-то концентрировался медитировал может произносил какие-то каббалистические слова там какие-то есть разные способы описаны в разных книгах шайлат холом то что называется спросить во сне я лично никогда не пробовал ни один из них некоторые из них довольно сложные некоторые относительно простые буквально просто произнести какой-то стих или подумать о нем или что-то в этом роде но насколько это все работает и для кого работает мы видим что никто другой такие книги не писал было одно вот исключение какой-то из баллы дософот может быть лет так 800 назад написал книги вопросы-ответы с небес и он вот снова кстати почему-то отвечает стихами может быть ему так сказать во сне это снес переснована на вопросе концентрировался а потом записывал то что ему приснилось я не знаю точно там кажется он сам не описывает как именно какой способ он использовал вот так вот он написал так вот к этому к этой книге подходили по-разному и было очень спорно вообще насколько можно полагаться на такие вещи на что обычно хозяйцы говорят что не не на небесах больше тора раз радана на землю вот как раз это будет стих следующей главе что всевышний дал руки раввинов как бы решение а то иначе каждый будет ведь меня это приснилось мне это приснилось мало ли было сектантов во время например второго храма были такие сей да какие-то группы которые тоже они считали себя пророками что там снилось вот и тогда конца этому не будет буду каждого своя тора до что ему приснилось поэтому в основном мы не полагаются на такие вещи доказывать свыжитов но здесь он всегда вопрос задавал именно в том что уже был диспут в любом случае он видимо считал что там где невозможно решить диспут на земле вы можно снова переспросить так сказать на небесах то есть каком-то смысле если вопрос в любом случае оба аспекта существуют да если есть два мнения на земле так сказать у каждого свои аргументы но не то что одно из них полностью правильно другой полностью неправильная как говорится в сэс-хантамуде есть 49 аргументов одну сторону садить другую на многие из вопросов поэтому получается что тех вещах которые у него практического решения принять он спрашивал вопросы так вот я почему стал об этом рассказывать что в том что он спросил насчет того что женщины в этих местах как раз ашкенавские земли до северная франция женщины делают броши на митсвы которые зависит от времени сказал придет броши на митсвы которые они не обязаны соблюдать это правильно и неправильно ему ответили что все что сейчас расскажет слушаю голос обычно стихами отвечали здесь стих взяты из книги пришит когда врам не хотел выгонять и ишмаэля ему все же искал слушай стару фактически ответ видимо сводится к тому что да правильно они делают женщины такой обучение то наверняка они все пророчицы в каком-то смысле добычей всего резко народа да если мне не пророки то дети пророков появился то наверняка так и следует поступать поэтому это очень произвело впечатление на некоторых раввинов то что на великого хидахи добыл сифарский мудрец обихаем йосеф давида зулай он был сифарский мудрец и сказал что если бы шуха на руках если бы автор шуха на руках арабе зубкара видел бы это мнение одному домика тоже так постановил то что шуха на грешны женщины не делают брокина шафар на лула бы подобное это потому что не видел мнение с небес кто будет спорить с небесами но раввадия йосеф и многие сифарские раввины сегодня не согласны с этим и говорят что что это они на небесах опять все эти аргументы что мы не можем полагаться надо у нас у сифардин как они как у них у сифардин при принято уже следовать мнением рамбома и других что что броте не делать на миссу который женщина не обязана делать да то тогда это будет брок а леватала и никакие ответы с небес не не помогут это изменить в общем на практике насколько понимаю сегодня распространилось очень сильно мнение раввадия йосефа и других мудрецов сифардских и женщины не делают больше сифардские брокина шафары на подобные митвы вы поняли даже если она в синагоге она отвечает амен как и все на броке которые делают мужчина но если специально пришли допустим для больной женщины там протрубить их шафар это кстати можно у нас халаха что можно прийти и специально трубить для женщины придется шафар по улице тащить шафар же броша шану которая падает на будете субботу мы так не другим шафара когда падает на будет неделю шиша на вопрос то можно ли объем то втаскать что-то по улице ради такой вот митвы которая не обязательно это женщины могут делать могут не делать то же самое про лулов можно ли принести специально для женщины по улице четыре растения чтобы подняла их суккор были менее что нельзя но большинство мнения в случае есть на что положиться что можно и кажется обычай что можно то есть женщина которая допустим себя дома хочет чтобы отрубили в шафар допустим болеет или там недавно родила приходит кто-то и приносит шафар и трубит но броков при этом сифарская женщина делать не будет ашкинасская может и броков сделать и begr se ваш это веду потому что чтобы выполнить заповедь нужно чтобы только делал был обязан на таком же уровне как то слушай поэтому если хочешь было не запас секом так просто глубочек are нужда чтобы он трубил по закону торы исполняет свой стр и поэтому мучило может сложить как трубы другой мужчина женщина как же может ли что рубление мужчины наоборот мужчина не может уши трубление женщины она не обязана трубить и сторону он обязан и также трубление ребенка разумеется, не засчитывается, потому что ребенок его только митцвы обучать заповедям, но нету истории у него митцвы до 13 лет. Ну и тем более сумасшедший там, он пишет также глухонемой, интересно, обычно глухонемой всегда в той же категории, как ненормальный, но сегодня многие глухонемые их учат, они много чего знают, и тем не менее, видимо, Аллах остался такой же. Когда-то, когда все было устным, глухонемые были обычно очень на слабом уровне развития, как будто на отсталые. Представляете, у человека нет ни ушей, ни невозможности ни говорить, ни слышать. Слепые были в лучшей ситуации в старом и на чем глухонемые. Сегодня это наоборот. Но когда-то, когда вся информация была устной в основном, то слепой человек мог сидеть перед мидрашей и стать большим мудрецом, а глухонемой он оставался на уровне развития, может, 9-летнего, я не знаю. В этом случае он обычно был не особенно развит, и вот он обычно в категории такой же, как умственно отсталый, шуте. Хотя интересно, что дальше, который стал глухонемым, тоже в такой категории, что он митцва не выполняет, и не обязан их выполнять. Поэтому это не совсем понятно, если до этого он уже развился, почему хотя бы он не может, невозможно сказать, что... Может быть, это вообще считали, некоторые мудрецы, кажется, что это как халахали, имошен Исинаи, но сам Тома Муд об этом не говорит, что это так. Это действительно очень странно. Я видел, что вилинский галон считал, что, по мнению Робелезра, это сахик, что мы не уверены на что глухомемого, понимает он или нет. То есть, когда человек, знаете, как черный ящик, глухой, немой, так даже невозможно было. Но до сегодня эти люди обычно, коммуникация у них через разные электронные приборы. Правда, и тогда можно было бы попросить его написать что-то, наверное. Но почему-то, видимо, большинство этих, особенно те, которые делились глухонемыми, их, наверное, и грамотности невозможно было обучить, или очень сложно было. Ну, в общем, получалось, что, видимо, с глухонемым непонятно, он понимает или не понимает. Но сегодня есть методы глухонемых. Во-первых, если научили ему хоть как-то разговаривать, глухому очень трудно учиться разговаривать, потому что он не слышит самого себя. Но их можно научить. Они с трудом разговаривают, их можно понять, особенно если привыкнешь. Такие уже не считаются глухонемыми в английском законе, раз он как-то разговаривает. Поэтому это человек, у которого нет ни языка, что-то физически, видимо, произошло с ртом, потому что иначе можно их научить говорить, если, в принципе, язык есть, только уши не работают. Поэтому большинство сегодня не глухонемые, а только глухие. У нас есть недалеко ишива такая в Торонто именно для глухонемых и для глухих. У них программа специальная, и они, наверное, им постановляют тоже халаху, кто из них обязан соблюдать заповеди, а кто соблюдает добровольно. Но они все живут как религиозные евреи, и, соответственно, даже если они обязаны, все равно соблюдают и получают за эту награду, как любой, кто добровольно соблюдает. В любом случае, общие принципы, это все похоже на другие заповеди подобные. Дети, глухонемые и сумасшедшие, или, как бы сказать, умственно отсталые, недоразвитые, все эти люди, они примерно в одной категории халахические. Я же не говорю, что у кого-то обиде, слова, конечно, звучат обидно, умственно отсталые и тому подобное, но мы сейчас просто оперируем категориями халахи. Нужно знать, кто обязан, кто не обязан. Как, кстати, определяли в этих шоте сумасшедших или умственно отсталых, там были определенные тоже принципы, в другом месте Шхунаров приводят, из Талмуда, по-моему, трактат Хагига и другие места, что именно человек должен делать, чтобы считаться умственно отсталым. Сегодня есть столько разных психологических болезней, которые люди там придумали название, доктора, психологи, но тогда были, по-моему, простые тесты, что именно человек должен делать. Но Рамбам написал, что там тоже нету, у меня Рамбама четко их правил, то есть если человек ведет себя как ненормальный, то этого достаточно, чтобы считать его ненормальным. Бывают человек, которые иногда в нормальном состоянии, иногда ненормальным, разумеется. Есть такие люди, у которых иногда приступы, какой-нибудь там шизофрении или что-то, я не знаю. Вот, например, шизофреники, да, какой у них статус халахи? Я видел письмо любая Рэби, что он там пишет, что шизофрения – это слишком общее определение, да, что есть люди, которые, да, на каком-то уровне, это люди, которые полностью сумасшедшие, но на каком-то они просто в депрессии определённой, как это сказать. В общем, что это не по… уж точно не в категории шоте по халахе. То есть часто вот те слова, которые используют доктора, они нам не помогают сильно, чтобы понять, это шоте или не шоте. У нас когда-то я молился в синагоге, где, к сожалению, сын Равина был очень больной человек, он, конечно, не мог жениться, ему уже было, может быть, лет 30, парень такой, всегда угрюмый очень, почти ни с кем не разговаривал, но он что-то мог пролепетать, что его отец не понимал его язык, вот. И он вот в основном просто сидел так, сидел, и можно было даже его научить какие-то простые вещи повторять, но, видимо, уровень развития был намного меньше, чем средний 13-летний мальчик, да, что он до бармицов, так сказать, уровня он вряд ли достиг, но все равно непонятно, он был шоте или нет. Вот, но в основном просто сидел молча, тихо, и склонившись, и такой, очень такое злое выглядело лицо, но я, разумеется, не имею в виду, что он был злой, он просто вот такой вот был, угрюмый очень, и в основном ни с кем не общался. И можно было, я видел, как, когда он по утрам, ну, в смысле, когда он у своего отца, там, отец жил прямо над синагогой, он у отца мог даже сделать типа кидуша, не совсем правильно произносил, но мог как-то произнести что-то похожее на кидуш, вот, для себя, я имею в виду. Я не знаю, зачем ему нужен был свой кидуш, но, видимо, у него было обычай, что каждый сыновей сам делал, у каждого уже была семья, так он ему давал тоже, как бы, возможность сделать свой кидуш, и чтобы он чувствовал себя лучше, я не знаю. Вот, но, во всяком случае, он что-то мог произнести, так у нас однажды был случай, когда было ровно 9 человек плюс он, и мы не были уверены, считать его в Миньян или не считать, то есть он как шоте или нет, и решили все-таки посчитать, потому что он, в общем, более не менее, да, он, видимо, на границе вот этих категорий, но решили его посчитать в Миньон тогда. Он сам даже не понял, наверное, что происходит, то есть было бы, наверное, обидно, если бы мы ему что-то сказали, но там люди переговаривались вообще посчитать его в Миньон, он как раз десятый, сидит там все тихонько в углу, никому не мешает. Но он может отвечать о Миньон в нужных местах, это его научили. В общем, как обычно, да, заповеди обязаны соблюдать, взрослые люди, и, да, после 13 лет, в случае мальчика, в данном случае это заповедь только к мужчинам, как я уже сказал, и, соответственно, выключены глухонемые и умственно отстал. Вот. Еще, конечно, как всегда, нужно митцву делать ради митцвы именно. Поэтому человек просто трубит шофар для музыки, еще для чего-то, то он не выполняет заповедь, и также те, кто его слышит. Вообще нужно иметь в виду выполнять заповедь, обычно тем, что делаешь брохот, этим показываешь, что я делаю это ради митцвы. И те, кто слушают, должны иметь в виду, я хочу выполнить заповедь, слушая трубление в шофар. На самом деле, если человек сидит в синагоге, то по умолчанию, даже если он не имел это в виду, считается, что он йоц, и он выполняет заповедь после факта хотя бы. Лучше, конечно, иметь в виду, но если не имел в виду по умолчанию, если он сидит и слушает шофар внимательно в синагоге, то зачем он там, собственно говоря, находится? Но не кажется, чтобы выполнить заповедь. Другое дело, если бы он проходил мимо в синагоге, то он не будет, йоц, он не будет выполнять заповедь просто автоматически. Только если он специально остановился, послушал и решил, я хочу выполнить заповедь. А тот отрубит, миностам по умолчанию включает всех, кто его слышит, даже тех, кто вне синагоги. Для этого не нужно быть в том же помещении. Мы же с вами говорили, что если человек из ямы какой-то трубит, то там иногда эхо, но если он в синагоге трубит, то нет проблем, если ты слышишь его снаружи или там у себя дома сидишь и слушаешь шофар, который в синагоге трубит. Окей, есть длинная глава, которая обсуждает, как именно правильно трубить. Я уже немножко рассказывал, я еще раз попробую продемонстрировать эту идею. Но вот основное, то, что здесь обсуждается, это именно длина каждого трубления. То есть, есть вот эти длинные трубления, которые называются ткиа. Есть покороче шварим, и есть совсем короткие. Труа. Так вот эти три вида трубления нужно знать, сколько, какой длины, что делать. Что, например, если ткиа будет слишком короткой, то может она уже как шварим. Или если там, допустим, шварим, наоборот, будет слишком длинными, то может каждая будет как ткиа. Это уже не шварим. Если он будет делать такие шварим длинные получается уже шла и превращается ски а каждый возможно понимаете вот в этом вся проблема то есть какая длина и тут все очень сложно и запутанно до каждая длина вот этих трех видов трублений ну и потом сами эти трубления что если чек что-то где-то напортил то есть начнут убить правильно предки я сделал а потом из-за шварим там у него пошла пошла после двух тварь на пришла рим сразу пошла труа да когда должен был сделать шварим труа то сделать а он сделал так то есть сразу после двух шварим вместо 3 остался стал тру труа делать или что-нибудь в этом роде вот таких законов очень много еще вопрос нужно ли когда рубишь шварим труа рубить это на одном дыхании или на двух дыханиях потом вдохнуть немножко потом продолжить же или все на одном дыхании вот такие вот вопросы опять же это все для специалиста это в конце тракта троши шана все обсуждается и много диспутов как обычно насчет этого вообще сколько этих труа да какая у нее длина как получается ли как девять маленьких таких шиков или как как три достаточно очень-очень много все все всех разных мнений я вот это все сдаваться сейчас не буду достаточно нам прийти правильно в синагогу и слушать но те кто если даже вот там где-то одни для маша вам нужно машина на 10 научиться трубить правильно купить шофар если не оттуда я не знаю как вы поступаете если вы не будете да те кто живут далеко от синагоги или вообще городе или нет синагоги то вот получается такая проблема сумму нужно ведь я однажды послал шофар чем вы который служил в мурманске представляете он сказал что он будет трубить я мы там сделал небольшую кассету с основными инструкциями сама трубление для для чайников так бы мы назвали что простые инструкции для трубления вот у меня тоже из дома шофар и иногда его трублю а окей законы мусафа ведь трубление у нас двух типов а у сифарди мы хотели даже трех типов сначала трубит просто делать брокху и трубит для всех внимательно слушают и отвечают на брокху амены потом ничего не говорят во время трубления есть некоторые обычаи когда они там какие-то еще признание грехов посередине между там разными другими это все лучше не делать сейчас лучше состоять и слушать внимательно выполнять заповедь но вот потом есть еще два типа трубления одно это только у хасидов и усифардин во время тихого шмона с и сложность этим в том что не все на одной странице когда они все попадают на одно и то же время то есть они уже закончили шмоны сред другие ну несмотря до данную брокху также очень красивая симметрия все это до отрубление там много разных симметрий знаете мне когда пришло в голову я уже рассказывал что разные праздники ассоциируются с разными числами что добре в песах как-то очень в число 4 пасхальном седре очень много встречается число 4 4 сына 4 вопроса 4 стакана еще там разные четверки скажем в емкий порочи много пятерок 5 видов и ну и до мучений так сказать 5 молитв 5 забыл что еще помню еще какие-то из пятерки может быть сукот число 7 в общем если разные в кануку конечно восьмерка мне кажется в рашишана очень много троек а именно есть здесь вот такая симметрия что есть три вида отрубления и они делаются в трех благословениях в этих благословениях есть по три стиха из трех частей танаха по три из каждого потом последний стих заключительный чтобы всего 10 то есть работает это так значит в мусофе есть три благословения посередине обычно у нас мусоф праздников всегда только одного цели посередине то есть начало и конец всех шмоны с одинаковый первые три последнем броке почти не меняются остается середина вот середина суббота и в любой емдов это одна браха а в рашишанов мусоф три браке и эти три браке они включают три разные концепции может адрес намных принципов веры грамбан что что из 13 принципов веры но есть меня что из 33 основные принципы веры верить во всевышнего верить вторую верить то что все управляет миром да то есть не просто создала оставила что он следит не вмешивается так сказать в истории так скажем на самом деле хасиды скажет даже больше не просто вмешивается а вообще что все происходит только постоянно по воле всевышнего пересоздает мир каждое мгновение но в любом случае что что мир не сам по себе скажем так это самое главное здесь то есть концепция не как у некоторых философов и деисты кажется называются из такие вот философы есть такие люди сегодня которые считают что всевышний создал мир но после этого он уже не вмешивается сама происходит законом который он включил в действие так вот наша концепция что всевышний хашкаха пратида всевышний управляет миром вот эти три концепции они олицетворяются в ровшана этими тремя браками то есть одна брака что всевышний царь малхиот одна брака что всевышний вспоминает искать людей дословно вспоминается если обращать свой взор так можно перевести более не менее звучит как бы на наше для наших ушей корява как вспоминает дождь лишь не может забыть хас вишава имеется ввиду когда всевышний вмешивается что ли да это за хронот а вот разные стихи из истанаха где всевышний вспомнил ноаха вспомнил сару и дал ей ребенка и тому подобное и наконец третье это шофород этот продарование торы после когда был шофар и вообще шофар связан с нашим избавлением из изгнания тоже в конце дней но вот некоторые считают что это как раз и есть эти три концепции мухиот что всевышний существует за хронот что он управляет миром и шофород сопротив трава нет от этого большинство стихов не связаны напрямую стора связан скорее с избавлением из изгнания вот те которые взяты из пенсии книжи они цвета протору там как правило из книги из главы и тропам парочка стихов я не помню там из разных мест эти стихи так вот берутся из трех частей танаха по три стиха сначала три истории из пяти книжья потом три из писаний всегда стабили миссис сама и потом три из ты навеем из пророков они все естественно из поздних пророков там кажется нет ни одного стиха из ранних пророков типа иошуа или там шумуэль млахим шофтим только из поздних и шаяху ирмияху и хескель и 12 так называемых мароков очень получается такая симметрия значит три вида благословений на три вида трублений на три вида стихов по три каждого но потом еще один что всего 10 последний стих опять историй эти книжи так вот во время значит этих средних благословений трубят шофар если трубишь шофар во время тихого аж моноэсре то получается одна вот такая загвоздка что часть людей молится быстрее часть медленнее когда ты будешь трубить они приходят посередине броке застает трубление другие наоборот они закончили уже броку отрубление началось они стоят и ждут в этом значит минус поэтому ашкеназские евреи так не делают и рабьёсеф кара что здесь даст участи фаренцы не рабьёсеф кара аризали каббалисту аризали про близко кулу и а ашкеназим следует такие любит йосеф получается рабьёс кара и рама и более видимо старому обычаю что трубить не во время тихого шмоноэсре а только время повторения шмоноэсре там уже все синхронно там понятно что все стать просто и слушают повторяешь моноэсре и понятно когда будут трубить то есть там никто никому не попадает не вовремя со своим трублением потому что только один человек молится громко повторение шмоноэсре ясно что когда закончу очередную броку трубят обычно трубят не он сам а кто то другой чтобы не путаться да чтобы друг другу не мешали один трубит другой молится шмоноэсре громко закончил очередную броку из этих трёх средних и начинается отрубление есть такой обычай трубить один вид отрублений после 1 из проход другой после 2 3 после 3 это средний 1 3 3 но хрена ты еще пара 33 средний есть вариант что там трубят каждый них разное отрубление а если наоборот что в каждом них трубят все три вида отрубления то есть ки ашварин таки ашварин ткетки а ткетки все варианты то есть один и тот же вид трубления на все три благословения каждый из них включает все три вида трублей такой кажется наиболее распространен сейчас были еще разные варианты в старые времена но сегодня делают в основном так еще обычай что всего трубили сто раз в течение дня поэтому стоили 101 поэтому там в конце еще датрубливают так сказать случае сифардин и хасидов так как рубли и в тихом шмонесле и в громком повторении осталось только 10 звуков 90 есть каждое из трублений всех вариантов это всегда 30 звуков вначале после благословения потом во время тихого шмонесле потом во время повторения шмонесле каждый раз по 30 но остается только 10 а у ашкиназин соответственно так они не трубили в тихом шмонесле значит остается еще 40 они-то в конце датрубливают научим всего получается 100 трублений и вот такая еще одна семья очень много красивой симметрии в шишан у нас и давайте на этом на сегодня закончим тут еще есть тонкости того как что говорить но это опять же все у нас в обзорах уже напечатано хорошо высочек есть время заранее пройти по шмонесре почитать хотя бы перевод взять макзор с переводом на язык который он знает английский там русский я не знаю у кого какой у нас здесь я не знаю русский макзор иногда существует я никогда в руках а нет не прав я держал 1 снагоги эти макзоры нами то что у меня таких нету но у меня дома есть несколько с английским переводом арт-кролловского издания вот и это иногда полезно ошкиназин же еще эти пьютим это средневековые поэтические композиции которые очень сложные понять на что они там намекают но вот там помогает сиду либо с комментариями либо с переводом макзор называются эти сидуры для праздников особенно рушан и юмкипура почему называется макзорим кстати в обычных сидурах обычно печатают молитвы рушан и юмкипура но только без всех этих добавок повторений шмонесре как бы самый минимум человек оказался только с этим сидуровым сможет хотя бы помолиться шмонесре окей давайте на этом сегодня закончились какие-то вопросы intimitäten телефон макзор мак будет в какую-то это